Добрый день! Сегодня завершается визит у Китайскую Народную Республику офицейной делегации Гомельской области начале со старшиней Абл-Выконкама Владимиром Дворником. На первые дни у Китая подписано погоднение по Межгомельским областным выканавчим комитетам и Народным урадам провинции Цзяньсу об суместном уделе в гудовнистве экономичного пояса шалкового шляху. А кроме того, досягнутые домовленности об поставках на рынок Китая мясной и молочной продукции. Финальным аккордом с находжением представников нашего региона в Поднебесной сегодня стало подписание погоднение помеж Нанкинским университетом науки и технологии и ГДУ имя Франциска Скарыны. В отповедности с ГИМ плануется открытие регионального института Китая Знавства имя Конфуция. Гэтому проекту надается великое значение. Активное супрацовненство помеж двума краинами мягчимо при наявности специалистов с веданнем китайской мовы и менталитету. Выкладчиками новой ВНУ станут специалисты с Китайской Народной Республики, а первыми студентами – выпускники школ Гомеля и Жлобина, где вядется подрыхтовка Павел ученник китайской мовы. Вырошить пытанники, хвалюют ЖХРУ региона, допомогут промы и телефонные линии. Яны протягивают працевать по субботах. Завтра с 9 до 12 годин звороты будет принимать старшиня Гомельского областного совета депутатов Олег Леонидович Борисенко. Номер телефона у Гомелии 75 12 37. У Гомельским гарвы конками на пытание громадян откажет наместник старшини Сергей Яугенович Андреев. Звонков от ЖХРУ областного центра чакают по номерам 75 63 33. Только за минулый год у Гомеля признаны проблемными амаль 657. 980 детей, которые у них выховывались, поставлены на специальный улик. Такие лижбы были огучены на сегодняшнем посаджении Гомельского гарвы конками, на яким обмеркованы ход реализации декрета номер 18. Кто отримливает статус социальных сирот и на кольке эффективные примаемые меры, ведая Олег Синцерову. Декрет номер 18 о додатковых мерах по державной обороне детей у несправленных семьях был подписан на мальчик 10 годов тому. За минулый час заявился шмат напрасовок, які дозволяють проводить отповедную работу комплексно и метанакерована. А про чатаго сёня докладно заразумела. Основная причина у сих проблем злоуживание батьков спиртными напоями, протяглое беспрасовье и як выник низкий материальный достаток. Коли почать допомогу своя часова, такие семьи яще можно зарабить нормальными. Коли чекать и сподеваться, что у сё выращится само собой, ничёга не трымается. Самое главное не доводить до пиковой ситуации. Ведь есть у каждой болезни барьер, когда возврата уже нет. Поэтому, чем раньше мы выйдем, чем раньше начнём применять меры постальной адаптации, тем больше шанс, что конечность у меня будет восстановлена. Сегодня у Гомеля распроцованный механизм выявления детей, які знаходяться у социально небезпечном становище. Дальше запозраченность по оплате коммунальных послуг може свечить. У семьи єсть проблемы. Особливая надея на работников системы эдукации увага звертается на сдавался незначные дроби, як опрогнуты дети, які у их настрой і навіть ці заробіли іні домашні задання, плюс як минимум двоечі на год обов'язкове наведування усіх без выключення семью по місце жихарства, правда, без збою по куль не обиходіться. У городським отделі адукації не утойують, якщо не до працівки з боку наставників за недостаткову роботу по обороне правов неполоналітніх до дисциплинарной відказанності вже протягнуты більше 40 керівників, причем кожного восьмого языка яшчай накерували на підзачаркову аттестацию. Яшчайна проблема, на яку звертається увага під час посадження Гомельського гару Канкама – недостаткове межведомственное взаємодейнення по зниженню по цій причині у Гомеля означаються факты бодяжництва неполоналітніх. Летось, наприклад, у органів внутріх справ поступило 111 заяв об пошуку дітей. Єсь питання недозвичайних гамельчан, нікатурі годами бачить, що у сусідів не усе в парадку, але нікуди об цьому не повідомляються. Як выник, зараз 750 молодих гамельчан офіційно знаходяться у соціально небезпечному становищі. Годом ранее їх було на 35 чоловік менш. Говорить о том, що на сьогодні ми не видим перспективу по совершенствовуванню роботи ні в коєм разі нельзя. Вмість з тим, тільки об'єдінившись і по части органів образування, і по части органів внутрінніх дел, і МЧС, і здравоохранення, ми можем решати конкретні проблеми конкретні семьи. Олег Сентюров, Євген Макеєнко, телеради компанії «Гомель». На пері до дні дня яднання народу у Білорусі і Росії юні гомельські миротворці проняли у стінах школы номер 27 гостей со Смаленска. У 2015 годі поміж гомельській і смаленській школами був підписаний договор об супраціоніцтві. У распраціонці і реалізація у двіх школ побратимів з однольковым номером 27 шмат сумісних проєктів. Гэта не толькі конкурсы, фістывалі і творчі майстер-класы, але і спортивні з поборніцтві екскурсі. Усі мероприємстві такці інакш зв'язані з миротворчай дзейністю, але по признанні саміх удзельніків зустрічі галунне гэта сябруцтва, з якого і починається мир во всім світі. Ми, конечно, тож прозвіляємо к міру, в основному, ми, конечно, дружить приїхали, именно з целью для дружби. Гэда перший раз приїхали, у нас появилась ребята, які місті з нами ходили і миротворці. Ми с ними дуже добре подружились. На доходжчому дню і однання народу Білоруссі і Росії у Гомелі так само просвятили вечір русській культурі. Могчимістю відчуть національний колорит у мастатстві і рамествах, а так само поспробувати страви русській кухні скористалася Ганна Ковалєва. Русські народні костюмы, рамествы, музика і відома ж кухня. На один вечір у Гомельській Махарадській на центр культурі запанувався правный русський дом. У спісях гостей коля ста чоловік з Новосибковой Смалінська. У Гомельяны привезли узоры лозопляціння, розбиб подриви, ткацтва і обрадових лялік. Причім усе гэта можна було бачити не тільки у готовым вигляді, але й у процесі створення. Побач с кожной экспозиції мастри русських народних промислов давали уроки. Вот эта куколка, на перший взгляд, очень похожа на все другие куколки, зернушки. Но секрет у нее в том, что здесь в мешочке у куколки лен находится. И от этого куколка называется льнинушка. Вот это наша местная свецковская кукла. Такую куколку дарили на благополучие, достаток. Мы приехали из Новозибковского района. Это Россия. Село Старый Кривец. Наш коллектив, фольклорный, народный коллектив, он называется «Калинушка». В нашем репертуаре очень много песен, как свадебных обрядов в основном. И, конечно, лирические. Дарыча фольклорная коллектив из Новозибковского района выконывал песни не только на русской, а и на белорусской мове. По словам артисток, белорусям настолько близко, как и Россия. Во всех ромесников так само одно на всех меркование. Культуры двух краин не просто подобные. У них есть шмат огульных традиций, причем во всех видах мастатства. Особливости русской культуры тут можно было не только почуть и убачить, а и оценить на густ. Наведовальникам пропоновали дегустацию русских народных страв. Дарыча одних только оборанков тут съели прикладно 7 килограммов. После подшастунков свято протягнулось в концертной зале. Сольную программу представил народный ансамбль из Новозибкова «Калинка». У Гомеля юные танцоры не упершиню. Десять годов тому их выступление на этой же сцене пронесло перемогу в международном фестивале «Сожский карагод». Я всегда говорю, что границ культуры нет между нашими странами. И мы всегда близки, особенно Гомель, когда Новозибков от Гомеля 70 километров. То есть я считаю, что это вообще не граница. И культура, конечно, они всегда близки. Деньги Днания народу Беларуси и России завсюду святкуют за сабливым колоритом и акцентом на национальной спадшине. Все лето его сустракают в 20-й раз. Причем вечер УГЦК заклал основу для будущих агульных мероприемств. Так Новозибковские артисты у отказ запросили некоторой коллективы Гомеля у тем лику Народный клуб «Прометей», как уже на российской земле я не представили белорусскую творчость. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадио компании «Гомель». Прихильников творчости с усветной ведомой спевачки «Мадонны» чекает сюрприз. Сегодня она с офицейным визитом наведает фабрику «Восьмая соковика», продукция, якой затекавилась еще в минулом году. А после выступить с эксклюзивным концертом на пляцовце Калякина Театра «Мир». А вот для матрау селфи новины не такие добрые. За здымок з'яжения входно будя платить гроши. С такой инициативой выступили установы громадских охарчаванья города Гомеля. Такие неправдопадобные факты сегодня можно почуть у кожным информационным выпуску радиостанции «Гомель-ФМ» и «Гомель-Плюс». Жартонные новины, да не наповаги хоть и не официйному, али одному самых любимых святов Дню Смеху. Первого красавика жартами ведущие вырошили разбавить навыц самую серьезную рубрику. Гэтая традиция снуе уже не первый год и набыла великую популярность у слухачов. Вядома робится гэта выключна каб разыграть и гды потешить. И на этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до новых сустречу эферы. Редактор субтитров А.Семкин